Хотя большинство чистопольцев и считает своим гражданским долгом обязательно прийти на выборы 14 сентября и проголосовать за понравившегося кандидата в депутаты. Однако жизненные обстоятельства могут сложиться таким образом, что и этого сделать не удастся. Поэтому избирателям предоставляется возможность проголосовать досрочно. Досрочное голосование будет проводиться в два этапа. Первый этап пройдет в территориальных избирательных комиссиях города и района. В рабочие дни территориальные избирательные комиссии будут работать с 16 до 20 часов вечера. В выходные дни в субботу и воскресенье территориальные избирательные комиссии будут работать с 8 утра до 16.00. Период работы территориальных избирательных комиссий по досрочному голосованию будет осуществляться с 3 по 9 сентября. А с 10 сентября по 13 сентября досрочное голосование будет проводиться в участковых избирательных комиссиях. Уважительных причин, по которым избиратель может воспользоваться таким новшеством, как досрочное голосование, достаточно. Это и занятость по основному месту работы, и рабочая командировка, и учеба, и отпуск, и выполнение государственных и общественных обязанностей, и состояние здоровья и так далее. Даже работа на садовом участке и отъезд в другой город вошли в этот перечень. Избиратель, голосующий досрочно, подает в комиссию, в которой он голосует, заявление и предъявляет свой паспорт. Ему выдается бюллетень, он проходит в комнату для тайного голосования, затем бюллетень закладывается и собственноручно закрывается избирателем, опечатывается и ставится две подписи участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса. Затем этот конверт кладется в сейф, и уже в период выборов 14 сентября он открывается при всех членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса и укладывается в урны. График досрочного голосования утвержден Центральной избирательной комиссией Татарстана, и потому воспользоваться своим конституционным правом выбора сможет каждый житель республики, вне зависимости от того, сделает он это 14 сентября или раньше.